Лариса Милькина еще со школьной скамьи мечтала служить в правоохранительных органах. Сегодня она работает в отделении по делам несовершеннолетних в отделе МВД России по Лобинскому району. Капитан полиции считает, что страж порядка должен быть готов к любой ситуации, в том числе к самообороне и задержанию преступников. Каждую неделю Лариса Милькина вместе с коллегами приходит в спортзал отдела. Здесь полицейские занимаются физической подготовкой. У нас еженедельно проводятся занятия по физической боевой подготовке, где мы отрабатываем приемы самообороны, где изучаем различные ситуации, в которых можно столкнуться. Ну и стараемся, конечно, не попадать в такие ситуации и быть готовы, потому что в наше время сейчас все возможно. Челночный бег, подтягивания, комплексные силовые упражнения, приемы борьбы – это и многое другое. Сотрудники полиции оттачивают еженедельно, а один раз в месяц сдают зачеты. Каждый полицейский Лобинского отдела, вне зависимости от занимаемой должности и звания, должен быть в хорошей физической форме. Это обязательная составляющая деятельности сотрудников полиции, так как не всегда преступники подчиняются устным требованиям полицейских, и в некоторых случаях приходится применять физическую силу. Кроме изучения боевых приемов борьбы, также проводится общая физподготовка, и с личным составом отдела МВД по Лобинскому району проводятся стрельбы из боевого ручного оружия. То есть то, что стоит на вооружении в МВД – это пистолет Макарова и автомат Калашникова. Все это нам необходимо при работе, например, при задержании преступников, при задержании каких-либо других правонарушителей. Лобинские полицейские постоянно участвуют в краевых соревнованиях по профессиональной физической подготовке и занимают призовые места. Коллектив у нас занимал призовые места, неоднократно ездил, выступал по рукопашному бою, выступал по военно-прикладным видам спорта. Сейчас просто много, я не могу вам рассказать. Есть у нас грамоты почетные, имеется музей. Коллектив в отделе по Лобинскому району очень хороший. Люди стараются, показывают положительные, нормальные результаты. По крайней мере, новое название полиции показывает свои какие-то положительные результаты. Наталья Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лобам». Баттинь, гедро. Продолжение следует...